Вот так на прошлой неделе, буквально в прямом эфире, весь мир мог наблюдать полет в космос первого корабля с астронавтами, спроектированного частной американской корпорацией. И пока эксперты-политологи спорят о том, является ли это новым витком космической гонки между Россией и США, большая часть интернет-сообщества развлекается созданием интернет-мемов. Главный герой, конечно же, глава этой американской корпорации SpaceX, Илон Маск. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы о земле, она одна. Да, Илон Маск, поющий хит ленинградской группы «Земляне», буквально взорвал интернет. Что представляет из себя этот космический старт? Это, как сейчас говорят, пиар или революция в освоении космоса, которая заставляет вспомнить времена, когда космос был буквально полем политической и научно-технической битвы между СССР и США. И значение этой космической гонки, цитируя своего американского коллегу Джеймса Хэкмана, не раз подчеркивал нобелевский лауреат Жарес Алферов. Во второй половине 20 века научно-технический прогресс полностью определялся соревнованиям СССР и США. И очень жаль, что это соревнование закончилось. И теперь получается, что в этом уже было утихнувшем противостоянии сделан новый ход частной американской компании, глава которой в духе времени активно пользуется социальными сетями. Как раз через соцсеть и задаем его вопрос, что для него космос, способ заработка, самореализации или нечто большее. Пока ждем ответа, разбираемся, какими технологиями может ответить Петербург. Металлический порошок с размером частиц около 100 микрон, фактически металлическая пыль. Но на самом деле это ключ к технологиям будущего, потому что если, казалось бы, такой простой пыли, теперь можно сделать все, что угодно. От деталей двигателя до корпуса ракеты. Институт лазерных и сварочных технологий СССР. Здесь не вытачивают, не собирают, а в буквальном смысле выращивают сложнейшие детали. Видите, там яркая точечка. Вот яркая точечка – это то место, где лазерный луч падает на поверхность выращиваемого изделия. А под углом к лучу летят четыре стройки порошка. В руках ректора университета Глеба Туричина уже готовый прототип – сопло ракетного двигателя. Еще 20 лет назад изготовление деталей, состоящей из двух разных сплавов, с полостями внутри считалось технически невозможным. Сегодня это уже настоящее. И образцы, созданные здесь, уже готовы двигать вперед нашу космическую отрасль. И это не только производство компонентов двигателей, что мы делали и для авиационных двигателей, и для ракетных, но это корпусные детали, вплоть до изготовления алюминиевых отсеков ракет. Тем временем в экспертном сообществе оценки успешного старта корабля «Маска» более сдержанные. Исполнительный директор «Роскосмоса» космонавт Сергей Крикалев, который суммарно провел на орбите почти три года, отмечает это закономерное событие, которому американцы долго шли от самого закрытия программы космических шаттлов. Говорить про какую-то революцию, наверное, неправильно. Нормальный эволюционный путь. Создан новый корабль. Современный, на самом деле, по конфигурации, близок к тому союзу, на котором мы летаем. Американцы, пройдя там по кругу, вернулись обратно к истокам и вернулись обратно к капсульному типу. То есть все новое держится на уже созданном. Это особенно хорошо понимают на старейшей в стране кафедры ракетостроения, легендарной кафедре номер один военмеха, где одно из главных учебных пособий – вот эта ракета «Р-5» Сергея Королева. Созданная как оружие, она дала развитие серии ракет, которые первыми вывели в космос и искусственный спутник, и животных, и человека. Вот зеркало достигло, даже дальше нажало на… А, вот он нажимает, и все, ракета уже дальше не заправляется. Да, ракета уже не заправляется. Сейчас, когда уже набирают первых добровольцев для полета на Марс, эти в прошлом вершины конструкторской мысли смотрятся архаично. Но спасает главный принцип – смотри и учись. Поймешь, почему инженеры прошлого сделали так, а не иначе – сможешь стать выдающимся конструктором. Главное – найти новые кадры, в то время как современная молодежь уже подзабыла кумиров прошлого. Нам нужен свой маск, который бы, может быть, не настолько нахально использовал пиар лично для себя, но старался как-то вот создать условия проявления интереса у наших ребят, начинается же все с детского возраста. А ведь еще в СССР как раз для детского и юношеского возраста журнал «Техника молодежи» отводил целые выпуски под космическую тематику. И сложно было найти советского мальчишку, который в 80-е не зачитывался бы Лемом, Азимовым, Стругацким. В то время многие технологии действительно казались фантастикой, но сегодня уже окончательно ясно, что именно космос ведет за собой весь научно-технический прогресс. В частности, благодаря ему мы имеем антипригарные покрытия, огнеупорные ткани, облегченные конструкции, а уж привычные нам молнии и липучки на одежде раньше были атрибутом облика только космонавтов. Это лишь малая часть того, как космос изменил наш быт. И современные фантасты уверены, все еще впереди, о чем мы и поговорили с писателем Сергеем Арно с помощью технологии, которая тоже вряд ли бы так развилась в отрыве от космоса. Под Петербургом появится космопорт, из которого можно будет совершить полеты на другие планеты. И фантастические романы будут уже носить совершенно какой-то другой особенный характер. Люди, пишущие о полетах в космос, это будут не писатели уже фантасты, а писатели-реалисты будут писать о полетах в космос. Но несмотря на это, космос все равно останется для нас загадкой, по крайней мере, на ближайший век, уверяет герой России космонавт Андрей Борисенко. Кстати, ему уже предложили отправиться к МКС на корабле Crew Dragon в одном из следующих запусков. Успех компании «Маска» — это определенно шаг вперед. Но время, когда полет на МКС будет сравним по сложности с перелетом из Пулково на Камчатку, наступит еще не скоро. Есть такой очень неприятный фактор космического полета, как невесомость. Она несет очень серьезные изменения в функционировании организма. И когда человечество найдет возможность, образно говоря, отключать невесомость, и включать гравитацию, тогда, наверное, количество людей в космос резко увеличится. Поэтому сложно сказать, когда состоится обещанный Маском полет на Марс. Да и на наш вопрос про космос он, временно оставив твиттер, так и не ответил. Но мы можем ответить за него. Космос остается локомотивом, который движет весь мир за собой. И поэтому нам так важно быть впереди. Чтобы мы восторгались запусками наших новейших ракет, а не очередными мемами в интернете. Я тебя поведу к самому краю Вселенной. Антон Цуман. Пульс города.